Уф-уф, друзья! И снова всем привет! С вами, как всегда, Юрий Кот, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Shadows of Kurgansk. Игра, на самом деле, очень интересная, но, как я уже говорил, в ней переплетаются очень много всего знакомого! Твою мать, что это было? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Окей, ладно, хорошо, без проблем, я понял, такие штуки здесь будут случаться часто. И я хотел бы вам сказать о том, что, помните, я ее сравнивал с Long Dark? Так вот, в Long Dark у меня не получается жить между сериями, серия заканчивается, я умираю. Собственно, так же произошло и здесь, я сдох, друзья, и заново все начал, но я для себя сделал кое-какие выводы. Немножко я понял, чуть по крафту, как это все тут делается. Значит, мы тут насобирали очень много лутов, все очень даже ничего. В задании значится, что стоит сходить таблетки в том магазине, тот магазин, который через дорогу. И вот этот чудик, он еще не исчез, но вроде как он исчезает. Потом, с едой, пока все в порядке, у нас сейчас 5-6 часов утра, насколько я понимаю. И, в общем-то, хочу сказать, что по ачивкам, по тому, как мы проживаем целый день, зависит все от того, сколько монстров вы убьете, этих зомби, сколько там еще кого-нибудь. Собственно, за эти очки вы и покупаете потом себе улучшение здоровья и всего остального. Давайте пробовать искать магазин. Я не знаю, получится у нас или нет, но вот эти чуваки, они меня просто очень сильно напрягают. Здесь требуется отмычка. Кстати, по отмычкам, если вы знаете, как их скрафтить, пишите, пожалуйста, потому что я ни хера по этому поводу, к сожалению, не понял. Так, значит, вон вагон. Здесь-то как бы все понятно. А магазин через дорогу, видимо, находится, ну, я не знаю, может быть, где-то здесь. Давайте попробуем его развалить. Я не уверен, что это он, это вообще какой-то сарай, магазин. Скорее всего, это вот это каменное строение. Но я увидел крысу и хочу ее завалить. Так, быстро забрали. Тут какая-то хель происходит. Здесь есть какая-то аномалия или зараза. Мы постоянно, короче, подвергаемся какому-то... Так, забираем антибиотики. Они нам нужны, это хорошо. Так, ну давайте попробуем теперь подойти к этой двери. Возможно, где-то здесь нам сюда и надо. Опа, пулечки. Смотрите, да, действительно, это похоже на магазин. Здесь есть сейф, гвозди, проволока. Какие-то замечательные просто плакаты, видимо, магазинные. И мы можем забрать антибиотики. Инструкция к лекарствам также есть. Смотрите, инструкция к лекарствам. Для профилактики таблетки нужно применять каждые 12 часов. При проявлениях симптомов заражения, такие как внезапная общая слабость и пониженная реакция, лекарства требуется принять незамедлительно. Я прочитал. Аптечку тоже забираем, конечно же. И задача у нас выполнена. Выяснить способ применения таблеток. Похоже, это то, что я искал. Даже инструкция приложена. Но у меня один способ узнать, они это или нет. Попробовать их съесть. Съесть таблетку. Хочешь, не хочешь, а таблетку нужно съесть. Старик, конечно, мог и наврать. Но, судя по всему, тут не место для экспериментов. Думаю, стоит попробовать. Хорошо. Сейчас мы обязательно это проверим. Они у нас, эти таблеточки, находятся... Вот это вот они, правильно? Где-то здесь. Ну, других-то таблеток больше нет. Видимо, их нам и нужно сожрать. Так. Выполнена задача. Съесть таблетку. Скушал. Так, что-то живот немного крутит. Нет, показалось. Едобные, вроде бы, таблетки-то. И вкус приятный. Мятный. Хух, поговорить с выжившим. Что-то у меня после таблеток голова прочистилась. Мысли зашевелились. А куда, собственно говоря, жители все подевались? Что здесь произошло? Поинтересуюсь у моего нового друга. Я как бы не против, но вон там вот ходит у нас какой-то чувак. И лучше бы, наверное, с ним как-то... Знаете что? У нас есть ствол. Я предлагаю его захреначить. О, да их тут вообще толпа. Тихо, 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 братюня. Оп, один готов. Голова. Голова, сучка, в голову уже попала. Или в шею куда-то. Еще, еще идет кто-то. А ну завали. Сучка ты такая. Наверное, патроны нельзя тратить. Я надеюсь, что они крафтятся так же легко, как и тратятся. Так, я все пособирал. Очень много. Часть чертежа, кремень, еще какая-то хрень. Нам нужно идти к этому деду. К этому радисту. Или как он там назывался? Крыса. Ха-ха-ха. Нокаутировал крысу. Она такая, знаете... А что это со мной происходит? Почему? Меня бьют. Но пока вроде бы все достаточно неплохо. Что, говоришь, произошло? Да непонятно что. Я сам-то не местный. Случайно меня занесло сюда. Знаю только одно. Внезапно стали приходить монстряки. Жители пытались отгородиться. Ввели карантин. Построили баррикады. И отстреливались как могли. Но, сдается мне, что это не сильно помогло. Народ или сбег, или превратился в этих вот тварей. Выполнена задача поговорить с выжившим. Вот значит, что... Хотя я не удивлен. Судя по всему, здесь произошла эпидемия. Будем осторожнее. Тут еще непонятно. Раньше электричество было. А тут куда бедно пыхтел со светом. Но, похоже, подстанция вырубилась. Проверил бы ты, чего и как. Проверить подстанцию. Думаю, стоит осмотреть деревню. Особенно баррикады. Которые местные возвели. Но, главное, проверить подстанцию. Хорошо. А где она, блядь, находится, эта подстанция? О, идти-то нам очень даже так далеко, хочу я вам сказать. Ну, давайте попробуем. Сам факт. Самое главное. Я знаю, что теперь нам нужно делать. В принципе, я-то могу выламывать вот эти вот деревья. Деревья, двери. И давайте возьмем еще раз топор. Нет, видите, железные двери не ломаются. А деревянные ломаются вполне себе даже неплохо. Поэтому. Блядь, мне постоянно кажется, что это чудовище живет. Знаете что? Давайте, наверное, досок наковыряем. Я понял, как это делать. Нужно развалить заборы. Заборы, они вот... Ага, тут железо, смотрите. То есть, я могу добыть железо. С этой трубы я могу тоже чего-то там добыть. Вроде как. Хотя нет. Вот этот заборчик я смогу завалить? Как вы думаете? Крыса! Крыса! Я хочу крысу! Крыса! Чего там, блядь, за звук? Там кто-то в доме топчется, друзья! Это просто охереть можно. Игрушка стрёмная, действительно. Если проникаться этой атмосферой, то... Блядь, ну вот видите, стоит чувак. Это ж каменный чувак. Они превращаются, видимо, из-за эпидемии в это всё. Всё, значит, сейчас я всё это пособираю, и мы пойдём немножечко подкормимся. Беладонна у нас не очень хорошо. И так, жареная крысятина. Давайте её жарить. Что у нас здесь есть? Значит, мы можем сделать также гранату. Я предлагаю её сделать обязательно. Она нам необходима. Также мы можем сделать волокно. Из чего она создаётся? Наверное, из каких-то растений, из каких-то стеблей. Стрелы. Сделаем также стрелы. Тетива у нас там вроде где-то была. Что нам вообще требуется для лука? Сейчас будем смотреть. Обработанная палка. Так, ещё одну крыску жарим. Давайте смотреть, что нам необходимо для лука. Лук у нас был, кажется, где-то... Наковальня. Можно построить... Так, жареная крыса. Это понятно. Это отдел еды. Здесь металлические топоры и всё такое. Смотрите, у нас даже металла хватает. Нам необходима обработанная палка. И у нас, кажется, как раз есть возможность её сделать. Сейчас попробуем сделать металлический топор. Какого хера там сзади происходит? Так, молот нам не нужен. Так, где наш металлический топор? Видите, пока ещё непонятно, как всё это... А, недоступ... А почему недоступно? Требуется наковальня. Вот почему. И здесь требуется ещё железо. То есть нам нужно идти разваливать трубу. И с этой трубы уже делать наковальни. Ну, собственно, этим мы сегодня, наверное, и займёмся. Попробуем покрафтить новых каких-то штук. И видите, что плохо. А когда что-то жарится, у нас не движется таймер. Нужно вот постоянно отходить отсюда. Кстати, если бить этого чувака, то от него идёт какие-то, видите, отблески. Они как заколдованные, типа, стоят. Я не понимаю, почему так. Но как-то так. Так, жареная крыса. Всё, вроде бы здесь всё в порядке. Что мы можем сделать? Нам нужно идти дальше. Для этого нам необходимо, наверное, взять ствол. Немножечко ягодок. Да и крысу, наверное, одну заточить тоже надо. Вот так вот. Это даже не одну. А, наверное, все три можно. Так, смотрите, есть ещё одна крыса. А ну, стоять, твою мать. Так, у нас есть ещё мясцо. И там ходит у нас какой-то чувачок. Я не хочу с ним сталкиваться. Чего с тобой происходит? Я понять не могу. Он нам что-то показывает. И нужно, видимо, к этому всему прислушиваться. Что именно? Воу-воу-воу-воу-воу! Иди нахрен! Иди нахрен, говно! Ах, хорошо. Видите, за них даются очки. Когда мы их убиваем, нам дают очки. Значит, судя по всему, я должен находиться где-то в этом доме. Или обойти этот дом. Я не знаю. Давайте пробовать обойти. А, вот, значит, подстанция. Не нужно нам обходить. Выполнена задача. Проверить подстанцию. Очевидно, что подстанция выведена из строя. Какая досада. Стоп, что там лежит около генераторов? Что там, блядь, лежит? Осмотреть тело около подстанции. Что за труп там? Не похож он на местных жителей. Форма военная. Надо бы посмотреть. Друзья, было бы неплохо, если бы эти титры были споверх читались. Они выводились вот в таком вот виде. Подозрительно. Станция наблюдения какая-то. Думаю, это ключ от нее. Отчет 546-78А. Станция наблюдения КВ-337. Объект Зверь. Третья неделя пребывания в поле. Поведение не изменилось. Все так же предпочитает ночной образ жизни. Становится особо агрессивен в данные часы. Рекомендуется наблюдение с расстояния не менее 100 метров. Вернуться домой. Устал я что-то. Отправлюсь-ка я домой. А там и решу, что и как тут обстоит. И что же мне делать дальше? Да господи, сколько текста. Или заглянуть на эту станцию, что ли. Вдруг еще полезная информация найдется о том, что здесь творится. Окей. А где подстанция? Вот здесь где-то она находится, да? Ну, давайте пробовать. С едой пока все хорошо. Нам бы двери еще повыколачивать у таких вот домов. Ну, идемте. Идемте домой сначала. А потом будем разбираться, что нам делать дальше. Что насчет трубы? Металл здесь сыпаться не будет, да? Нам металла вообще нужно очень много. И где-то его нужно брать. В настоящий момент контактов нет. Контрактов. Здесь можно брать какие-то контракты даже, друзья. Сейчас попробуем. Вот эту трубу, кажется, я еще не бил. Или бил. Как-то она и не очень бьется, если честно. Свинец, железо есть. Смотрите, то есть добывается. Веревка какая-то. Ну, парочка железа, в принципе, достаточно будет. Пока нам здесь больше делать нечего. Вечерей, друзья, а ночью, говорят, здесь не очень безопасно. Раз уж на то пошло. Стаминка. Стаминка у нас в нулях. Ах, блядь. Ну, зачем ты меня так пугаешь? Выполнена задача. Вернуться домой. Вот я и дома. Теперь мне нужно поесть чего, а то кишки сводит от голода. С этого момента игрок может получать дополнительное задание в этом месте. Это не обязательное задание, но выполнение их открывает для вас дополнительные рецепты и дает награду. Кстати, а что тут такое? Книжная полка, что ли? Нужно порыться в ней. Вдруг что-то полезное найду. Наставленные наставления юных натуралистов о том, как выжить в зомби-апокалипсисе или еще что-то в этом роде. С этого момента игрок может получать дополнительное задание от радиста. Это не обязательное задание, но выполнение их открывает для вас дополнительные рецепты и дает награду. Это, друзья, очень круто. Осмотреть полку. Я оказался прав. Тут действительно полезные записи. Почему бы не воспользоваться этим рецептом? Грибы светляки. Что-то подобное я вроде бы видел. Рецепт коктейля бодрость. В какой-то момент мы обнаружили, что наше моральное состояние деградирует. Этому нет объяснения, но методом проб и ошибок мы нашли средство, которое укрепляет дух и позволяет пережить эти ужасные ночи. Для этого требуются грибы светляки. Они полезные сами по себе, но на их основе можно приготовить и более сильное средство. Окей. Приготовить коктейль бодрость. Думаю, не буду терять время. Отправлюсь на поиски грибов и приготовлю это чудо-средство. Чем быстрее это сделаю, тем больше шанс не сойти с ума. Примечание. Грибы светляки можно найти только ночью. Ох, какая радость. А ночью здесь такая жопа творится, что просто охренеть можно. Так. Жарим нашу крыску. Сколько у нас их? Штуки три, наверное. А жареную уже можно как бы и поесть. Хорошо. Хорошо, друзья. Пока живем. И еще. Нам, наверное, нужно еще где-то забор развалить. Это что, кирка я ломаю уже, да? Охренеть просто. Ну, давайте хоть чем ломать. Нам необходимы дрова. И, может быть, из этого мы чего-нибудь да и сделаем. Так, пока отсюда уходим нахрен. Мне не нравится, как здесь вечером выглядит все. Взять задачу. Собрать лук. Нажмите У. Собрать лук. Я долго думал и пришел к выводу. Мне не помешает лук. Эффективное оружие. Тихое и простое в применении. В детстве, помню, у меня был лук. Ничего сложного. Хорошо. Но лук нам как бы и нужен вроде бы, да? Где его можно сделать? Ну, в смысле, я знаю, где его можно сделать. Где-то вот тут очки он у нас есть. Вопрос только в том, где... Вот он. Недоступно. Значит, нам требуется ткань. А ткань у нас... А, из куртки? Нет. Я куртку не хочу никакую тратить. Наверное, попозже мы этим займемся, друзья. Видите, тряпки у нас сделаются из наших шмоток. А это вообще не найс. Так. Ну, хорошо. Чисто допустим. Мы можем построить наковальню. Здесь нельзя строить. А где ее могу строить? На улице я могу ее построить? Где-нибудь вот здесь, может быть. Так. Смотрите. Вот она наша наковальня. И на наковальне я могу... То есть, минута 36. Это то, сколько будет оно у нас длиться. А, нам не хватает бревен. Получается, что нужно идти и собирать деревья. Где-то нарубить деревья. Стоят у нас даже там. Хорошо. Сейчас займемся этим движением. Но есть один интересный нюанс. А именно... Как... Вычислять время, когда нужно принимать таблетки? Вот мне, честно говоря, не очень понятно. Написался бы таймер, может быть, какой. Ой, не. Ну, это будет долго, друзья. Палка, зерево, палка, кора там еще добывалась. Ну, хоть так, я не знаю. Вообще, нам топор нужно сделать. Пока все хорошо. По-моему, нас сожрать никто не хочет. Но нужно быть всегда настороже. Блядь, я его пока разобью. Так, а что с топором? Могу ли я сделать топор? Да, я могу сделать топор. И сейчас мы будем рубить нормальным себе таким топором это дерево. Все как положено. Нихера, это не топор. Топор у нас... Это кнопочка. Надеть. Хорошо. Надели. Вот у нас топорик. 150. Ну, как-то, знаете, не очень. Я за слишком большое дерево взялся, кажется. Ну, ладно, что уж делать. Добьем уже. Мне так не нравится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что за глюки? Так, ну все. Дерево-то я как бы повалил. Я надеюсь, что на шум сейчас не прибегут какие-то... О-о-о-о-о-о. Тут у нас деревья. Вы только посмотрите, какая жесть. Прям до хера всего. Так, я вижу там корабль, который постоянно сигналит. Просто отсюда куда-нибудь уйдем. Во своя сей. Вот видите, пропал этот чудик. Они, видимо, где-то ходят. Теперь нам необходимо построить же нашу наковальню. По идее, у нас все хватает. Давайте пробовать. Блядь, использовать в строительстве. Ну, а почему? Что это такое? У нас их что, всего два, что ли? С нами еще два бревна нужно добыть. Вопрос остается только в том, где. Может быть, вот из них. Но они же типа маленькие, правильно? Так, бревно и бревно. Уходим отсюда нахрен. Да, все. Смотрите, строится наша наковальня. Правда, стоять, наверное, здесь небезопасно. Посмотрите, там в доме что-то есть. Я вижу какое-то фиолетовое свечение. Сейчас мы посмотрим, что это за хрень такая. Для чего она вообще нужна? Смотрите, там лежит какой-то артефакт. Могу ли я... Да, дверь, кстати, деревянная. Я могу ее взломать и могу что-то забрать. Крутяк. Металлический топор. Создаем. Блядь, вот как неудобно, когда оно создается в таком режиме, а не где-то фоново. Ведь меня могут убить в любой момент, пока это все происходит. Металлический топор. Это что у нас? Дробь. Ну, давайте создадим тоже. Почему нет? Дробь нам, скорее всего, для ружья какого-нибудь пригодится. Ай, твою мать! Нихера. Это у нас так рассудок понижается. А что с патронами? Я же могу еще патроны типа делать. Давайте поглядим, как это у нас все происходит. Может быть... Нет, не здесь. Может быть здесь. Дробь, дробь, просто дробь. Здесь стрелы, затвор, граната, шматье, дробовик. Патроны для дробовика есть. Для него требуется порох, который я пока не знаю, как создавать. Но я думаю, что не проблема. Как-нибудь узнаем. А вот насчет патронов. Здесь очень хорошо. Пуля. Мы можем создавать ее из свинца и банок. Ну, соответственно, все понятно, да? Здесь ничего сложного как бы и нет. Труд. Давайте сделаем, наверное, труд. Пока ночь, все равно делать нечего как бы. Ура! Я смог прожить день. Убил 8 врагов. Создал 13 предметов. Построил 1 объект. Получил 275 очков. Улучшить способности. Без проблем. Значит, я могу сделать что? Мы можем плюс 5. Это, видимо, не хранение, а как это правильно называется? Ну, типа, мы можем экономить топор. Он будет меньше, вроде как бы. Или больше добывать, или медленнее портится. Хорошо. Следующий день. И что у нас по задачам? Побочный. Собрать лук. Я долго думал, я пришел к выводу. Мне не помешает лук. Это понятно. Так. Приготовить коктейль. Бодрость. Посетить станцию наблюдения. Я не знаю. Наверное, нам нужно посетить станцию наблюдения. F4. Пожрем немножко крысятинки. И еще немножко тоже пожрем. По идее, мы в порядке. Вопрос только в том. Где-то здесь были у нас бревна. Их было очень много. Я это все могу, конечно, пособирать. И сложить в инвентарь. Сколько времени у нас? У нас 4.46. То есть, полноценный день он даже еще не наступил. К сожалению. Но, ладно. Палка. У нас их 5 штук. Патроны. Типа, есть граната, штаны. Кора. Коры вообще очень много. Нам нужно облегчить. Доски. Тоже в хранилище. Складываем ключ. А станция наблюдения. Я предлагаю взять этот ключ. Или знаете что? Мы сейчас сходим в этот соседний дом. Посмотрим, что там за артефакт лежит. Мне кажется, это очень нужная тема. 15.4. Гильза. Тряпка. У нас только одна тряпка. Кстати, она есть. Это уже хорошо. Они, наверное, выпадают с каких-нибудь вот этих вот зомбарей, которые ходят. Я не знаю. Так. 14.5. Палки. Ну, давайте. Сложим, что ли. Значит, этот топор мы, в принципе, можем ушатать. Он нам особо не нужен. Давай, чутка, ёпта. Хорошо. Меня здесь не сожрут? Чтобы открыть контейнер, требуется отмычка. Кстати, было. Здесь что-то... Молоток. Здесь точно что-то было, друзья. Вы сами прекрасно видели, что там что-то светилось. Но днем это недоступно. Возможно, ночью я смогу снова туда зайти. И тогда у нас все будет вообще крутяк. Нужно что-то переложить. Граната пусть, наверное, останется. У нас 13.9 из 26. Я думаю, что этого вполне достаточно. Главное, чтобы у нас хватило еды. 5.55. Блин, как-то пасмурно становится, что ли. Где-то крыса ходит. Мне нужен крысеныш. Ага. Привет, мой дорогой друг. Ты будешь сегодня моим обедом. Больше с тебя ничего добыть, к сожалению, нельзя. Блять, вот они меня вечно пугают. Что-то где-то еще есть. А что там? Каждое 12 часов типа надо, да? Ну, давайте съедим, наверное. На всякий случай. Мне кажется, что 12 часов уже давным-давно прошло. И как бы нужно. Так, там ходят замечательные парни. А нам вообще в какую сторону идти? Нам вот куда-то сюда нужно. Кстати, там есть еще какая-то метка. По всей видимости, это метка туда, куда нам нужно прийти. Сейчас попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу, братиш! Что с тобой такое? Это духи какие-то. Нам вон туда нужно. Нам контейнер нужно, получается, да? Давайте пойдем к ней. Че уж там. Мы же сюда приперлись зачем-то. Правильно? Так, тут никого нет. Принести мазут. Нажмите U. Вот что я скажу тебе, милок. Тут раньше полно было геологов, техников. Машины гоняли туда-сюда. Бочки с мазутом до сих пор везде валяются. Ты попробуй его для обогрева использовать. И мне принеси немного. Мне для хозяйственных нужен, пригодится. Принести мазут. Тут полно бучек с мазутом. Есть мнение, что его можно использовать в качестве топлива. Пробуем, попробуем. Примечание собрать 3 единицы мазута, отнести радисту. То есть это типа доп-задание такое, да? Но мне кажется, что пока нам это делать не... Крыса, крыса, крыску я, пожалуй, заберу. Крысеныш. Генератор. Мне кажется, что он при помощи этого мазута запустит... Запустит этот генератор. И не знаю, что-то произойдет. Давайте двигаться туда. Наверное, наверх нужно залезть. Блин, эта метка тоже, кстати, с наковальной. Выглядит так, как будто меня что-то преследует. Что у нас там есть? Смотрите, там очень много всяких ништяков. Блядь, ну зачем? Так. Вы поспите 8 часов за это время. Ваши характеристики, сытости и морали могут измениться. Нет, мне это не нужно. Но зато я теперь знаю, что, видимо, после того, как... Вот стоит, да, ублюдок, смотрите, стоит и пасет. Он, видимо, что-то нам подсказывает. Видимо, он показывает на антенну, как будто бы, да, облучение какое-то было или что-то в этом роде. И он такой типа... Нет! Не надо! Так. Какого хера ты? Смотрите, там что-то лежит, друзья. Что за истерия, мать вашу? Я просто в шоке. Артефакт щит. Отлично! Сейчас будем посмотреть, что это за хрень такая. Нам необходима еще крыса. Ф-4 и Ф-4. Хорошо. Там ходит не очень хороший парень, с которым нам нужно как-то разобраться. Палочку я, пожалуй, возьму. Ну, давай, набегай на меня. Сейчас мы с тобой. Нихера! А что ты такой мощный парень? Проволока, гибза и пружина у нас имеется. 71. Ну, как бы ок. Больше никого здесь нет. Я надеюсь, что нет. Реально, кстати, напоминает зону из того самого сталкера. Очень, очень похоже, хочу вам сказать. Нам, в случае, мне сюда надо. Требуется отмычка. Я не понимаю, как эту отмычку можно сделать. Яблоки нам точно пригодятся. Это наш хавчик. А вот с палочками еще делать. И палочки тоже пригодятся. Что вот это такое лежит? Это что-то очень нужно или не факт? Запертые сейфы, друзья. Мы можем их отколупать, но вся дичь заключается в том, что я не знаю, из чего отмычку делать. И дело в том, что ее как бы... Может, на наковальне? Ну, типа логично, да? Если она металлическая, то, наверное, на наковальне. Так, сейчас заберем эту крысу с собой. И, наверное, будем отсюда сваливать. Пока, я думаю, все достаточно неплохо. Опа, пулечки! Нет! Не-не-не-не-не, ребята, вы меня не видели, я вас тоже. Я никому не скажу, что вы здесь есть. Я просто гуляю. Смотрите, а вот и аномалия. Артефактик-то мы взяли. Видимо, эта аномалия порождается... Ну, поражает этот артефакт. Так, бревен у нас как будто бы достаточно. Сейчас просто вернемся. Бутылочку зацепим. Она, я думаю, тоже нам пригодится. Какого хера ты боишь? Я не могу понять, друзья, что это за хер? Почему он так похож на этот холод? Там, где перевал Дятлова, игрушка такая есть. Там, типа, тоже монстры какие-то были. Так, ну, что мы имеем? Значит, нам нужно завалить сюда парочку бревен. Вот таким вот образом. И мастырить крысу. А вот насчет отмычки, это вопрос очень-очень интересный. Недоступных рецептов. Видимо, рецепты тоже искать нужно, друзья. Нужно искать их где-то по домам, разбивать. И искать... Искать определенные какие-то кусочки, фрагменты всего этого дела. Что мы, собственно, и будем делать? Давайте посмотрим, что за артефакт мы с вами намутили. Ведь мы что-то взяли. А здесь ничего нет. А ведь это же... А где он взялся? Листь... А, вот, артефакт щит. Вес в килограммах 0. Ничего не весит. Требуется активация на лабораторном столе. Сопротивление. Физическая сила плюс 20. Урон оружия минус 15. Стоимость предмета зависит от его состояния. То есть, типа, мы их можем продавать. Если я зайду сюда, я могу его активировать. И что произошло? Он куда-то, наверное... А, вот, 4.38. Блин, они так... Я думал, они долго будут лежать. А у них, видите, таймер идет. 4.28, 4.27. Он, короче, временный. То есть, это если мы куда-то идем намеренно. В какую-то полную задницу. Мы, естественно, можем брать. И... Артефакт этот, в общем-то, активировать. И тогда будет все темово. Так, жареная крысятинка у нас есть. Это охренительно, хочу я вам сказать. 71%. Так, ну что, друзья, пока останемся, наверное, здесь. Я потом пересплю с мыслью о том, что мне делать дальше. И пойдем дальше заниматься нашими заданиями. И дополнительными, и основными. Друзья, скажите, стоит ли в этой игрушке тратить время на дополнительное задание? Я понимаю, что многие пересекаются. Например, собрать лук было бы неплохо, да? Заодно выполнить задание. Он бесшумный. Можно попадать в кабачки этих зеленоглазых ублюдков. И, в общем-то, нормальненько себе припевающие, не привлекать внимания, их мочить. Но наверняка будут задания, которые необязательны. Напишите в комментариях, нравится ли вам игра. Хотите ли вы, чтобы я проходил ее дотошно. Не так, чтобы быстро пробежать. А вот именно в каждый уголочек заглядывать. Где-то что-то смотреть. Где-то что-то собирать. Все задания полностью, которые есть, проходить. Или не стоит этого делать. Потому что, помнится мне, была игрушка под названием Dying Light the Following. Так вот, она как-то и не пошла. Это было, конечно, давно. И канал был не 20 тысяч, а всего лишь 2 или 3 тысячи. Ну, в общем, многие не оценили. Может быть, потому что ее уже многие прошли. Скорее всего, из-за этого. Может быть, потому что она... Сама тематика зомби уже многих поднадоела. Я не знаю, какова была причина, но было как-то так. Поэтому скажите мне сейчас, стоит ли проходить эту игрушку дотошно со всеми дополнительными заданиями. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, ставьте большой пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие. Всем до новых встреч, до новых видео. И пока.